привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить игру тема внутри darkness we win мы находимся в своем доме только что недавно мы прослушали кто это проезжает такой только что прослушали аудиозаписи в доме кларка и там среди прочего была запись с датой того когда именно наш герой попала в дом айвара то есть его друга странного кошка ходит когти точить и сейчас мы мы собственно не знали что делать дальше сейчас я знаю что делать дальше скажу честно я подсмотрел прохождение и сейчас нам нужно вести собственно органайзере эту дату это у нас 7 0 5 11 так 0 7 0 5 11 встреча в домике и вора около 11 километров к ой около 10 километров к северо-западу от старой мельницы на скале перед рифом сирен мне нужно немедленно отправиться туда супер думаю там я узнаю что случилось с кларком так что мне делать мне не очень хорошо ну ладно может болезнь еще не прошла до конца мне нужно отдохнуть ну давайте тогда приляжем отдохнем что у нас на авто ответчики нет ничего нового одно письмо сообщение номер один привет говард я я просто позвонил чтобы узнать как ты себя чувствуешь у тебя был серьезный нервный срыв тебе нужно отдохнуть я еще позвоню тебе дружище понятно это сам давай береги себя скоро увидимся пока пока это письмо мы видели уже то есть слышали когда наш герой собственно лежал в постели и отходил от всего того кошмара что с ним случился в доме кларка и после этого вот тут у себя в прихожей вам давать спать уже все мне надо отдохнуть и что-то судя по звукам ничем хорошим от не закончится так ладно я уже приготовился отлично так это я так понимаю мы снова в колодце оказались и сейчас опять полезем к тому завалу да что происходит как я оказался в этом зловещем месте мне нужно выбираться отсюда это веревка меня не удержит так хватайся он рядом перекладина это чё за крик как раненый тюлень ладно в озвучке есть как плюсы так и минусы так мы похожи на самом дне до этого колодца хорошо конечно эти паузы между доступными действиями они такие медленные а куда мы попали нехорошее место ну что кость и что это за балка факел а понятно это факел ну ка огромная кость кость как кость факел как факел ну ка факел мы сможем да факел у нас зажжен отлично лучше чем ничего тут я согласен у факела кстати странный цвет горения какой-то а вот как значит она да то есть воды здесь отродясь похоже не было что-то за место вообще такое застряла не могу открыть чем-то тебя подпереть может гостью скажем так в двери есть небольшое отверстие на кость слишком толстая и туда не пролезет мне нужно что-нибудь потоньше потоньше говоришь так но больше пока ничего не видел а то что такое лежит под камнем ничего нет самый обычный камень замечательно я могу использовать этот камень чтобы а вот чтобы сломать кость отлично и отломил от кости кусок теперь она пролезет дверь хорошо и это такая вещь которую заметишь только когда обратно уже пойдешь отсюда смотрите даже толком незаметно его на него даже навестись нельзя так что похоже было на это рассчитано так ладно ну давай посмотрим ты блин я подумал стоит кто-то куда попал вообще чуть такое офигеть храм какой-то именно вот догон сейчас полезет откуда-нибудь отсюда и ктулхи то есть полный набор так тут у нас статуя статуя какой-то сейф что ли это кольцо что она здесь делает и что это за кольцо кольцо которое снял с пальца статуи это мое кольцо как это как такое возможно странный символ какой-то надо сказать может быть говард ты неспроста оказался замешан в этой истории может это было твое предназначение предназначение да попал братья не в переплет офигеть так и что же мне тут так это мы пять шестеренок взяли что ли ну допустим и мне нужно сюда и провести да так ну допустим вот так хорошо теперь тут у нас тоже есть да так у меня осталось три штуки это вот сюда сюда и сюда получится ну в принципе элементарно ватсон как говорится ой так вот звуков этих не надо пожалуйста спиной так ночью ноль эмоций а вот может вот это здесь дырка похоже чего-то не хватает не думаю что это можно здесь использовать так ладно возможно я сейчас что-то повыше найду потому что пока идея честно говоря ноль корни проросли сквозь каменную стену и обвели блок чтобы выбраться на верхний уровень офигенно только что это нам дает так секундочку можем вернуться обратно то у нас ничего нет нет только дорога наверх похоже остается здесь как будто какая-то обсерваторе но учитывая что это все под землей куда эти окна могут вести и лет не окна что это за место какой-то склеп так еще чуть я сделал застрял не могу открыть застряла не могу открыть так нужно найти ту которая не застряла и которую могу открыть я так понимаю больше пока идеи особо нет тихо это чё какие-то могильники что ли как склеп какой-то застряла не могу открыть понятно да что ж с вами не так то все а так осталось три штуки очень там лежит такой давайте уж попробуем до конца это нас череп да или чё это ну-ка вот ты допустим застряла не могу открыть да что ж с вами такое как сговорились и да блин давайте посмотрим это четко кто не к добру все похоже похоже они все застрял не могу открыть давайте уж последний попробуем да это было безрезультативно что ж ты делаешь говар ты же нет дураком сделать что пугаешь здесь кто-то разговаривает или мне показалось это что такое а ничего ну ладно так я так понимаю что вот этот рычаг какой то что ли что надо какое жуткое помещение гримочек какая-то звенит блин все так конечно было бы это все в 3d и управление было бы новой сады было бы гораздо удобнее так открывать ага хорошо работаем так и теперь я так понимаю обратно наверх да нужно видимо так так не выходи только что это за место в подвале офигеть тихо нехорошо что происходит это мне не послышалось я слышу чьи-то слова и стук офигеть так я пожалуй пройду сразу до упора если по новой придется все эти знаки то уже с той стороны потому что но я думаю сейчас что-то произойдет нехорошие да что-то грядет оттуда звуки идут понятно похоже придется этим заняться погоди точно такой же символ до 3 точки снизу и 7 сверху да абсолютно такой же да блин нету кнопку ну шо ж ты шо ж ты делаешь а это тот же символ что был на кольце должно быть они как-то связаны нужно внимательно осмотреть гроб ну я не думаю что это хорошая идея и тишина ой ваш мать жутковато было чей склеп я открыл в своем сне что все это значит так на что нам теперь делать офигеть да вот это сон я все еще немного сон и похоже я не выспался этой ночью что а что я проспал два дня офигеть уху нифига себе как это произошло да уж вот это на самом деле поворот не очень хороший два дня в отключке так за это время на кто-нибудь звонил и и кому-то не нужен говард один то одинешенек так что мы делаем дальше у нас есть какие-нибудь идеи вообще непонятно пока что никаких день третий потерянное время 10 ноября 2011 года пистолет может смогу взять а он же не тут пардон пардон ему а я бы после такого обязательно взял но он не хочет и колечко наше фамильный символ каким же образом тогда она открыла этот механизм внизу не не понимаю так наверное опять нужно эти принять таблетки свои а потом у нас вроде как жилища айвора есть и туда скорее всего отправимся история все больше и больше закручивается так ванна у нас тут я уже забыл все без изменений да но это не таблетки оказывается а напиток типа сиропа что вкус у лекарства другой вкус что происходит это не мое лекарство мне надо позвонить артуру и попросить провести анализ этого снадобья офигеть что то на самом деле не очень понятное начало происходить я прямо отсюда из ванной позвоню артур выручай выручай давай бери трубку бери трубку подозрительное вещество. Ты можешь провести для меня его анализ? Что? Ты всё ещё занимаешься расследованием? Ты же должен отдыхать, Говард. Это вредно для твоего здоровья и к тому же незаконно. Ведь дело уже передано кому-то другому. Знаю, знаю. Я просто нашёл кое-что, чего раньше не замечал. Я не занимаюсь расследованием. Ну что, выполнишь мою просьбу? Ну хорошо, хорошо. Я через несколько минут уезжаю из города. Просто оставь эту штуку в своём кабинете, а? Я займусь ей, когда вернусь. А куда ты собрался? Есть у меня одно дельце за городом. Я вернусь через несколько дней. Ладно, Артур, удачи. Тебе тоже, Говард. До встречи. Блин, заторможены эти диалоги, они, конечно... Маленько разрушают. До встречи. Повествования рвут. Но, тем не менее, непонятно, что-то. И с Артуром, что-то... Что такое? Что это? Кто это сюда поставил? Офигеть. Это что? Встречаемся в домике после полуночи. Так, секунду. Вот так вот. 7-го, 11-го. Джеральд. Странно, странно. Что бы это могло значить? 7-й, 11-й. Сегодня же у нас идет 10-е ноября, по-моему. Это все, по-моему, очень подозрительно. То есть, он встретился 7-го, потом вырубился на 2 дня. Ладно, поехали в офис. Все выяснится, я думаю, по дороге. Офигеть, конечно. Что творится, бабоньки? Что творится? Так, здесь все по-прежнему. Я ставлю пузырек с лекарством здесь. Думаю, Артур ее сразу заметит. Ну ладно, ничего нового. Свидетельство о смерти Кларка. Да, тут у нас уже все готово. Дел новых нет. Папки, папки. Да, нам нужно в дом Айвара идти, похоже. Окна по-прежнему задернуты. Отстой. Ну да ладно. Ага. Домик Ивара Бергена. Что-то жутковатая какая-то история, надо просто отметить. Не страшная, тут страшных моментов не так много. Но именно вот такая мистика, нездоровая какая-то. Опа-па. Кто может стоять на вершине скалы в таком месте? Так, и как мне к нему пройти? Ты кто, уважаемый? Этот человек, мне кажется, и откуда его знаю. Откуда то. Сегодня у меня язык не особо поворотливый. Ну, конечно. Похоже, это Эдвин Пикман. Один из моих любимых поэтов. Здесь, под дождем. Так было произнесено, как будто это само собой разумеющееся. Здравствуйте, сэр. У вас неприятности? У вас неприятности? Да, у меня неприятности. У меня такие неприятности, каких вы и представить себе не можете. Могу я спросить у вас, что случилось, сэр? Видите ли, это довольно безлюдная местность, а я не вижу вашей машины. Вряд ли вы найдете того, кто довез бы вас туда, куда вам нужно. Нет, я сам со всем справлюсь. Хорошо, сэр, я только... Могу я задать вам вопрос? Вы Эдвин Пикман, поэт? Могу я задать вам вопрос? Вы Эдвин Пикман, поэт? Да, я дум... Да, это я. Эдвин Пикман. Рад познакомиться с вами. Меня зовут Говард. Я вас узнал. Читал вашу последнюю книгу, и она мне очень понравилась. Говард, чё ты тупишь? Это же суицидник, его удержать нужно. А ты, блин, тут у него вопросы про книжки спрашиваешь. До свидания, сэр. Ага, до свидания. Оставил его тут наедине. На краю утёса под дождём. Человека с явными признаками депрессии. Ну, до свидания, так до свидания. Я слышал. Ну, вот, блин... О, нет, куда он делся? Наверх улетел, наверное. Идиот. Я, я только отвернулся от суицидника на краю утёса. А он... Я ничего не вижу. Туман слишком плотный. Ушёл, похоже. Так, какие-то записи. Давайте мы сохранимся, потому что я боюсь сейчас уже записи читать, потому что при кастомных разрешениях у них проблемы с форматированием, и игра, как я говорил, в некоторых местах вылетает. Поэтому мы лучше вот так вот сделаем. А теперь уже прочитаем, что он оставил после себя. Это не то. Так. Ваши тёмные души в аду проводящие дни научили меня укрываться в прохладной тени, но настанет тот час, я покину свой... Покину свой... Так. Я ничего не вижу. Туман слишком плотный. Эдвард или Эдвин Пикман, похоже, всё. А мы продолжаем свою дорогу дальше. Он пропал так бесшумно, что я не уверен, что это было на самом деле. Может быть, это был снова сон, и я проснусь в своей кровати. Я хочу поскорее покинуть это место отчаяния. Да уж, дела. Лишь молчаливые, сонные, пугливо глазеющие окнами домики, притаившиеся в тёмной глуши лесов, могли бы поведать, что сокрыто в них. И они ведь обычно неразговорчивые. И не любят стряхивать себя дремоту, дремоту, которая помогает забыть прошлое. Говард Фрэнсис Лавкрафт. Так, мы прибыли к этому самому жуткому домику Ивара. Должно быть, это тот самый домик, о котором говорилось в записях мистера Филда. Нелегко его найти. Пришлось бросить машину и долго идти по лесу. Дом выглядит очень старым. Интересно, кому пришло в голову построить его в таком месте, как это? До ближайшей дороги чёрт знает, сколько идти. Так, ну и что, на этом, я думаю, мы прекратим эту серию. В следующей, собственно, приступим к исследованию этого дома, про который мы читали всякие нехорошие вещи в записях Кларка Филда. О том, что здесь внутри какие-то непонятные тени, звуки. И вообще очень и очень страшно. Надеюсь, вам понравилась последняя серия. Она была довольно-таки богата на события. Мне игра всё больше и больше нравится. Потому что она становится всё непонятнее и непонятнее. Она, на мой взгляд, не такая страшная, как тот же Шорох. Но при этом история в чём-то даже посильнее. Именно тем, что это не на пару дней, там, вот, хоррор-квест, как Шорох. А такая достаточно запутанная детективная история. И постоянно что-то новое. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок